мы сейчас приехали на стадион народовый и дальше чтобы нам доехать до места назначения мы что-то увидели там женщина с парнем проехали на этих на великах и мы смотрим может нам правда велики взять да на великах поехать вон там что-то надо проехать одну остановку на автобусе потом надо поехать взять uber мы едем в русский магазин за едой его думаю может быть нам все-таки взять велосипед но я руслану говорю давай вот этот возьмем он один сразу на двоих смотрите-ка руслан рулит а я сзади так педальки кручу но я кстати сегодня оделась то не по велосипедному сейчас покажу совсем не по велосипедному я в сарафане так то мы конечно доехали до этого до станции на велосипед но так я ехала немножко неудобно чтобы на меня никто не смотрел там знаете в юбке не два велики возьмем смотри какая-то дорога классно все давай скачаем приложение возьмем не будем убрать эти велосипеды там надо разбираться как с ними что надо делать скачивать приложение там ничего не видно на этом стенде и короче мы не стали заморачиваться и тратить на это время прекрасная дорога знаете варшаве очень красиво даже мы вышли просто с метро на стадион народов еще ничего не видно уже красиво мы приехали на другую станцию стадион ронда он за я доверилась руслану я ничего не контролирую куда он скажет пойти туда я и пойду здесь мы еще не были на этой станции вон смотрите все строят и строят вообще ремонтируют все вот эти дороги делают дорожки для велосипедов немцев полно мимо проходят слушаю я всегда прислушиваюсь и определяю на каком языке говорят люди полно немцев где-то здесь должно быть да ищем русский магазин я надеюсь он хотя бы есть вам надеюсь а руслан вот лечь наверно леща возьмем вот смотрите конфеты наши есть русские всякие разные посмотрите какие цены упаковка 200 грамм за 200 грамм 23 злотых вот икра тут есть всякая вот такая тоже хотела взять но что-то цены у меня вообще разочаровали честно говоря вообще мы рыбу возьмем за рыбой приехали у тебя пакеты жидко в рюкзаке смотрите еще мороженое есть тоже русское русский магазин в котором мы были называется ностальгия этот магазин нам посоветовал ярослав это мой зритель ярослав огромное спасибо мы все купили дома уже покажем что мы купили в этом магазинчике елена испробовала квас ярослав 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 тише так мы взяли этого леща сушеного 19 злотых виво старыми старыми 100 мы его кстати в украине покупали селедку свежую 14 злотых взяли такую этот не знаю желтый полосатик это не желтый ну в общем такую рыбу сушеную 3 доширака милене взяли она оценила потом вот такую рыбу взяли в общем мы в основном поехали за рыбой вот еще этот гвоздь программы это кабачковая икра все милен что ли больше нету ничего так что вот мы купили рыбы вот столько за все это мы заплатили 84 злотых ладно будем есть рыбу вот это то ребята о чем я вам говорила что милена ест яйцо только с кабачковой икрой другого вкуса не существует на миллион вот так вот видите только с кабачковой икрой там хотела вам показать как там милена с ребятами вот они милена постелила этот коц они все там сидят у них всякая еда там лежит и они вот так по деревом там сидят представляете как им там классно да мальчики и девочки постарше помладше то есть не постарше нету ровесники милены и помладше есть там дети им по 6 лет 7 вообще так у них там уютненько знаете уютненько и классненько смотрите как руслан тут все поубирал этот ведро с помидорами одно поставил туда одно стоит тут и у нас получается тут вот место освободилось сейчас попью чай и пойду в магазин за продуктами у меня возник вопрос к полякам мы-то люди со страны снг мы знаем что такое вяленая рыба какая она вкусная и так далее и так далее мы вообще любим эту рыбу есть либо с квасом либо с томатным соком но еще у нас есть такая вкусная рыба называется ерш она конечно с севера и она очень вкусно в других там городах могут быть в средней полосе продавать камбалу такую вяленую сушеную также камбала есть на украине тоже вяленая сушеная мы частенько на выходных покупаем наедаемся соленой рыбы с помидорами там с томатным соком вот скажите мне пожалуйста вы любите вообще вот такую рыбу вопрос к полякам вот она сушеная видите потрошенная вся она соленая и вяленая потому что в магазинах я не встречала и еще у нас есть такие кальмары сушеные соленые тоже я люблю вот ну просто так их есть это не значит что вот рыба вот только к пиву мы просто любим в принципе есть такую рыбу и кальмары то есть я не видела здесь ничего такого никакой даже рыбки маленькой ничего то есть даже если и вы пьете пиво я так я смотрела просто вот что берут мужики вот они берут пиво и упаковку чипсов к пиву то есть получается что в польше только с чипсами едят вот ну пиво пьют мне будет очень очень интересно узнать потому что когда вот ну американцам показывали рыбу да вот такую что типа мы эту рыбу едим в таком виде они говорят ее что машина переехала зачем вы это едите она же как она отвратительно пахнет а для нас это прям вот наивкуснейший запах наивкуснейший вкус аромат этой вяленой рыбы конечно если она приготовлена правильно бывает вяленая рыба вонючая настолько что мы один раз такую купили что просто выкинули и поэтому я прошу вас написать что есть ли у вас вот вкус к такой рыбе едите ли вы ее вообще пробовали вы ее вообще хотя бы раз и что вы с пивом едите да если вы пьете пиво что вы с пивом то употребляете вот мне будет очень интересно вот видите я собрала помидорчики которые поспели у нас вот еще один тут есть так что урожай видите идет потихоньку собираю еще хотела сказать у нас поселились соседи то есть под нами на втором этаже никто не жил вот соседи заехали с маленьким ребенком где-то наверное до двух лет может быть полтора годика и у них без конца открыта дверь и они такие видимо громкие потому что я слышала как вот та женщина разговаривала то есть у меня такое ощущение что в принципе больше тут никто не живет кроме них я не слышала вот как другие соседи там как-то громко вот что это происходило 6 утра у нас вот так все началось у них тоже открыт балкон у нас балкон закрыт был у нас было открыто окно потому что жарко спать и вот это все это время они там понятное дело ребенка развлекали там это 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 ты играли с ним и я говорю к тому что слышимость просто колоссальная особенно когда вот соседи снизу и у них открытый балкон кажется как будто кто-то все время у тебя в квартире говорит так что вот так я еще хотела заснять эту новую далеко еще видишь и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»